Так, очень хочется услышать мнение Сергея. Первое, что вы думаете по поводу финансовых пирамид? Во-первых, все уже понимают, что все вокруг финансовой пирамиды. Любая финансовая структура это пирамида. Банк пирамида, страховое общество пирамида, доллар даже пирамида, это лежит в основе всей современной финансовой мировой системы. Если же вы имеете ввиду частные пирамиды, то ничего хорошего я о них не думаю. Это чисто мошеннические схемы абсолютно все, кроме МММ. Вот есть МММ, есть и остальные. Это все должны четко совершенно понимать, что вот я организовываю пирамиды в рамках своей общей цели, финансовый апокалипсис. Пирамида для меня только инструмент. Я не преследую никаких личных целей при этом. Потому что в чем в чем, но в какой-то финансовой нечистоплотности меня еще обвинить никто не мог, даже правоохранительные органы. То есть я действую бескорыстно, но я исключение. Еще раз повторяю, просто вся моя жизнь это исключение. Я там на спецблоке за это сидел и прочее, прочее, прочее. Все же остальные организаторы финансовых пирамид – это обычные мошенники, которые с помощью пирамид собирают деньги с населения, потом их воруют, если назвать вещи своими именами. Так что никому не советую ни при каких обстоятельствах вступать в финансовые пирамиды. Ну, кроме как в МММ. Еще раз повторяю, что как это может быть не странно для некоторых звучит, но МММ – это единственная честная структура. Но это только потому, что во главе ее стою я. То есть вот как у нас президент Гарант Конституции, вот так же я Гарант честности МММ. Гарант в кавычках. А там еще какие-нибудь там гарантии пришли. Так, второе. Знакомы ли вы с деятельностью компании Кнет? Нет, не знаком. Как вы думаете, какую из цель преследует данная компания? Украсть денег. Вот я не знаком с этой компанией, но цель ее, я совершенно четко говорю, что она такая же, как у всех остальных. собрать денег, ну, если это пирамида, и с ними соскочить. Вот их цель. Вот моя вина, которую, ну, на мне, я признаю ее, что вот я показал всем этим мошенникам путь, как можно действовать. Вот, к сожалению, ну, у меня-то вообще, я еще раз говорю, цель финансового апокалипсиса. Для меня пирамида только инструмент. Я, к сожалению, вот показал, как можно создавать пирамиды и с помощью этих пирамид наживаться. И вот этим путем пошли многие-многие недобросовестные люди, увы. Ну, слишком велик соблазн, тут легкие деньги. Легкие деньги всегда привлекают всяких там прохиндеев. Так, что вы посоветуете нашим гражданам, чтобы обезопасить их от обмана со стороны компаний-мошенников, специализирующихся на финансовых пирамидах? Гражданам я советую от этих пирамид держаться за версту. Ну, поскольку во главе всех этих пирамид, все они организованы мошенниками. Все абсолютно. То есть, ну, то есть, вот, сами подумайте. Но если везде там такой процент, небольшой, там вот банковская ставка какая-то, ну, то как эти могут зарабатывать вообще больше? Ну, как? Вот они могут собирать деньги, а потом их воровать. Вот и все. Я еще раз говорю, что МММ это исключение. То есть, мне сразу же вот могут упрековать, как же вы там. У вас там тоже завышенные проценты. Но МММ это исключение, еще раз говорю. Видите, все обычное жилье. А вы это самое отличить их достаточно просто. Вот повышенный процент, плюс они обычно скрывают всякую информацию о себе. Ну, так как они уже готовятся подирать с деньгами, то они заранее страхуются. Действуют там. Но это не прийти к сожалению. Вот последнее время появились пирамиды еще. Опять-таки, вот, указал путь, вот, который прямо объявляют, что мы пирамида там, но у нас все честно. Мы там хотим вам помочь. Какой стать они хотят вам помочь вообще? Помочь они хотят только себе. Вот это, к сожалению, моя вина. Еще раз говорю, что вот я им указал ту дорогу. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Так, третье ваше имя у многих ассоциируется с финансовыми пирамидами. Тем не менее, проекты, которые вы создали, вы позиционируете как кассу взаимопомощи. В чем принципиальное различие? Какую вы преследовали? Цель создавая их. Цель у меня финансовый апокалипсис одна. Пирамида просто инструмент. Пирамида это механизм, который лежит в основе кассы взаимопомощи, так скажем. МММ это касса взаимопомощи, это действительно настоящая касса взаимопомощи. Там люди помогают людям. Никто там ничего не ворует, не расхищает. Ну, если есть там какие-то случаи, может быть, неизвестные, но это не имеет какого-то, так скажем, централизованного характера. Это могут быть какие-то злоупотребления сотрудников, не более того. А вот во всех этих пирамидах, прочих, там это имеет именно такой систематический централизованный характер. Она для этого и создается. Пирамида обычно мошенниками этими, чтобы украсть. Вот в чем принципиальная разница. Так что, как я уже говорил давным-давно, кит тоже похож на рыбу. Но между ними миллионы лет эволюции. Цель, я уже сказал, какую я преследую. Цель у меня одна, финансовый апокалипсис. Я считаю, что он неизбежен. Поскольку я этим занимаюсь, так что все будет нормально. Ладно. Будут вопросы, задавайте. Мы можем много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.